Фундаментальные ценности советской эпохи, отраженные в хрупких маленьких фигурках. В Советском Союзе фарфоровые статуэтки дарили по особым случаям. День рождения, юбилей, выход на пенсию. Поскольку стоили они немало. Порядка 7-10 рублей при зарплате бюджетников 80 рублей. Вот у меня Никитка, например, о которой я уже говорил. То есть у него, я даже оставил, то есть у него надпись такая неименная, но она как бы с таким духом времени. То есть просто в день рождения, смотрите, 1959 год. Сейчас советские фарфоровые фигурки тоже в цене. На аукционе в среднем они стоят в районе 20-40 тысяч. Все зависит от редкости, рассказывает самарский коллекционер Александр Федорцов. Ему удалось собрать целую серию фигурок под названием «Счастливое детство». Называется «Пионерский галстук». Старшую только что приняли в «Пионеры». И она показывает и рассказывает своей собеседнице о том, что она теперь гордится тем, что она в «Пионерах», что у нее есть красный галстук. Советские фигурки из серии «Счастливое детство» несли в себе воспитательную нагрузку. Дети помогают взрослым, ухаживают за домашними животными. Да, вот юная помощница на заднем плане. Видите, вот девочка с тарелкой, да, вот она моет посуду. Рядом «Пионерка с голубями». Да, вот мальчик с полотенцем. Юный садовод с лейкой, да, утро так называемое. Большое внимание уделялось нравственной составляющей. Один из советских заводов наладил производство фигурок девочки, кормящей кур. Комиссия усмотрела в ней сомнительный момент. Здесь нужно обратить внимание вот на эту курицу, да, которая, если вот так вот я по нему будет видно, она заглядывает куда? Она заглядывает под подол девушки. Несколько лет такую фигуру выпускали, потом вдруг, ну, наши худсоветы или наши художники вдруг подумали, а как-то курица-то неприлично, да, заглядывает под подол. Кур переделали и обновленную фигурку выпускали еще много лет. Сейчас ее несложно купить. А вот та, что сняли с производства, ценится и стоит в два раза дороже. Коллекционеры ее называют «неправильные куры». Одной из важных ценностей Советского Союза была дружба народов. Во многих сервантах стояли фигурки негритят, эскимосов, узбеков, представителей разных рас и национальностей. Вот маленький, самая распространенная фигурка у всех была тоже в советское время. Это узбек с виноградом. Это кренка с веером. Ну, также Советский Союз был известен своей дружбой народов, да, поэтому здесь можно встретиться. Вот и негритенка с ананасом там стоит у нас, да, вот на верхней полке он у нас негр с чашей. Еще была негритянка там из этой же серии, да, вот. Якуты, посмотрите, пожалуйста, то есть то же самое. Артель Прогресс, Барановский фарфоровый завод, ГЖЕЛЬ, ЛФЗ, Городницкий и Дулевский фарфоровые заводы. Фигурки производились в каждой республике Советского Союза. Эта серия фигурок называется «Разговор». Их уникальность в том, что они сделаны из двух составных частей. Сплетница так активно общается со склочницей, что их юбки колышутся. Казалось бы, как в Советском Союзе могли увековечить столь спорные нравственные качества? Это завод, ЛЗФИ, Ленинградский завод фарфоровых изделий. Раньше он назывался экспериментальный завод фарфоровых изделий. И говорят о том, что туда отправляли те формы, там они выпускали те формы, которые нельзя было или не проходили редактуру на ЛФЗ. И здесь работал более молодежный коллектив. Фарфоровые фигурки, изделия хрупкие, легко бьются. Малейший скол, и они уже не представляют ценности для коллекционеров. А потому цены на оставшиеся растут, растет и спрос. Этим пользуются нечистые на руку предприниматели. Начинающему коллекционеру подлог заметить сложно. По словам Александра, нужно сверяться с каталогами. Если в них фигурку отыскать не удастся, значит, такую в Советском Союзе не производили. Но даже если вы нашли фигурку в каталоге, это совсем не значит, что перед вами не новодел. Копию от оригинала можно отличить по штампам. На клейме художник тоже зашифрован. То есть, если перевернуть фигурку, на Плинте посмотреть, там есть информация. Это клеймо завода. Все, что мы можем прочитать. Это Дулева. Второй сорт фигурка, 1958 год. Отдел технического контроля проверил. Вот 1953 у нас. И вот здесь еще какие-то циферки. Это клеймо художника. Ленинградский фарфоровый завод сейчас называется Императорский фарфоровый завод. Он сменил клеймо и продолжает производить фигурки. Но они коллекционерам не так интересны. Там нет ручной росписи, поэтому лица не проработаны. Другая фактура, а порой и тусклые краски. Виктория Шарая, Игорь Казановский. События. Продолжение следует.